Друзья, привет! С вами Кузница Железные Братья, меня зовут Удалов Сергей. Сегодня хочу порадовать вас очередным кулинарным шоу и новыми моделями моих изделий. Друзья, у меня в каталоге появились вот такие разделочные топорики, сделанные по мотивам китайского цайдао. Единственное, что я на свое усмотрение изменил геометрию клинка. У цайдао линия обуха идет ровно и под конец чуть опускается вниз. Я, наоборот, чтобы для рубки, если перерубить какую-то мелкую косточку, суставчик, сделал его чуть выше, чтобы сместить центр тяжести при рубящих работах вот в эту сторону клинка. Ну и, соответственно, сделать его в этом месте чуть тяжелее, для лучшего баланса. Также, в чем особенность этого топорика? Обратите внимание на ширину спусков. То есть, он будет прекрасно работать при шинковке, при нарезании мяса, филе, каких-то деликатных продуктов, которые нужно тонко-тонко порезать. То есть, это такой кухонный тесак, сделанный по мотивам цайдао. Давайте сегодня, раз уж мы собираемся их продавать, предлагать вам, проведем небольшие испытания. Проверим его в деле. Одним из самых важных показателей ножа или топорика на кухне является острота. Как вы знаете, заточка от кузницы «Железные братья» всегда радовала и радует наших покупателей. Честно сказать, иногда я сам диву даюсь золотым рукам нашего заточника. Давайте протестируем этот топорик на остроту. Обратите внимание, какой спелый помидор, он очень мягкий. А это, как вы понимаете, усложняет данный тест. Легко. Предлагаю усложнить задачу. Выстроим в ряд 4 помидора. Помидорки натерпелись. Теперь проверим на прочность эту бутылку. Друзья, как я всегда говорю в своих видео, очень важно понимать, что ты продаешь. Поэтому, будь то охотничьи, будь то рыболовные ножи, все свои изделия тестирую всегда лично. Проверяю в полях. Также кухонные ножи. Как вы знаете, очень люблю готовить. Много у меня на канале кулинарных видео. Все свои ножи, кухонные модели, также тестирую лично. Чтобы быть уверенным в том продукте, который мы изготавливаем и продаем. Если мне что-то не нравится, что-то меня не устраивает, всегда эти изделия дорабатываются. Ну, теперь, раз уж мы проверяем новую модель, давайте посмотрим, как этот кухонный тесак будет работать по мясу. Ну, например, есть у нас вот немного мякоти барана. Вся она в пленках, которые мы сейчас попытаемся удалить. Несмотря на габарит этого изделия, он имеет очень высокие спуски. И, как следствие, рез у него приятный и агрессивный. Если нож плохо режет, всегда проблема отделить пленки с мяса. Думаю, каждый, кто разделал мясо, это прекрасно понимает. И вот в данном случае, какие-то комментарии здесь будут излишни. Сами все видите, как нож работает по пленкам. Мясо мы будем обжаривать в афганском казане. Чтобы оно не подгорало, выстелим дно курдюком. Для этого нам нужно его тонко порезать. Пару слов о характеристиках этого изделия. Изготовлены наши кухонные тесаки из кованой нержавейки. На кухне это практично, когда клинок нержавеет. Думаю, вы со мной согласитесь. Твердость у кованой нержавеющей стали 58-59 единиц. Параквелло. Монтаж накладной. То есть клинок и рукоять это цельно кованая пластина. Рукоять выполнена в виде двух накладок. В комплекте ножны из натуральной кожи, чтобы вы при выезде на природу или на дачу, а может быть на охоту, могли с собой взять этот топорик и чувствовать себя комфортно, что он не повредит обшивку в багажнике автомобиля или не прорежет ваш рюкзак. Сегодня с помощью этих замечательных изделий мы с вами будем готовить баранину в афганском казане с овощами. А потом еще приготовим люля-кебаб для ленивых. Порубим фарш этими топориками и приготовим их на мангале. Друзья, знаете, что бывает с топором, который пережил стройку? Вот это мой личный топор, путник. Да, он уже выглядит не очень презентабельно, он покрылся такими темными пятнами, металл проявил коррозию. Но меня это не смущает. Рабочие характеристики этого топора ничуть не пострадали. К сожалению, топор этот побывал в руках, которые его не жалели, прямо скажем. Строители из Средней Азии, знаете ли, не церемонятся с хозяйскими вещами. Есть такой грешок. Ну да ладно, мы им это простили. Но, посмотрите на него, топор реально пострадал. Им забивали что-то. Вот, посмотрите. Вы часто спрашиваете, не лопнет ли топор, если что-то постучать обухом, забить колышки. Твердость основная на режущей кромке. Вот здесь 60 единиц. Здесь 47-48 единиц. Им стучали по металлу, им стучали по дереву, им стучали по бетону. Он пострадал, он замялся в этом месте. Но он не лопнул, он не потерял своих рабочих характеристик. Его даже вот, к сожалению, таким вот образом откололи. Мне поменять этого ничего не стоит, привести его в божский вид. Но знаете, для меня этот топор очень дорог. Он со мной уже 5 лет. И несмотря на то, что вот такой у него уже вид потрепанный, он всегда меня выручает. Я могу им спокойно нарубить дрова для мангала, нарубить дрова для бани. Он ездит со мной на охоту, он рубит кости, работает по суставам при разделке диких животных. И при этом уже чуть больше 5 лет ни разу меня не подводил. Вот такая вот модель топор-путник из нашего каталога. Что касается оплётки из натуральной кожи, тоже довольно-таки часто меня спрашивают, как она ведёт себя со временем. А вот так вот, друзья, как она была намотана, так до сих пор она крепко и надёжно сидит. Оторвать её можно только с мясом, так сказать. Вырвать с частичками древесины. Здесь всё приклеено на эпоксидный клей, намотано надёжно. Так что за этот нюанс не переживайте. Друзья, морковь тоже является показателем остроты ножа. Если нож имеет толстые сведения или крутой спуск, он, как правило, прорезает наполовину, а потом отламывает. Здесь же мы режем чётко, до конца, что свидетельствует о хороших режущих свойствах данной модели. Причём резать можем даже вот так, тонко-тонко. И нигде наш кусочек не сломан. Чистый срез. Друзья, в чём уникальность афганского казана? Казалось бы, на первый взгляд, что он работает по принципу скороварки. У него есть два спускных клапана, через которые выходит пар. Но на самом деле всё не так просто. Вот в данный момент мы разогрели казан, положили на дно курдюк. Сейчас томим его, чтобы он выделил жир. И, соответственно, потом запустим туда мясо, которое будем обжаривать, как в обычном казане. После этого мы добавим туда овощи. И уже только потом закроем его крышкой. И в этот момент он начнёт работать, как скороварка. Поэтому афганский казан – это многофункциональный инструмент, который жарит, парит и томит. Курдюк потомили. Он выделил жир. Пришло время опустить в казан мясо. Кидаем мясо постепенно, чтобы казан сразу не остыл. Иначе не получится обжарить мясо, оно выделит сок и начнёт тушиться. Нам это не нужно. Раз уж мы готовим баранину в казане, как говорится, сам Бог велел добавить немножко зиры. Субтитры добавил субтитры добавил субтитры. Субтитры добавил субтитры. мясо с овощами мы обжарили потомили на медленном огне добавим немного воды и закроем примерно час будем тушить хочу показать вам два лайфхака первое вот сегодня я хотел приготовить только баранину с овощами в казане ну так чтобы поужинать в кругу семьи но нежданно-негадно напросились гости поэтому нужно выходить из положения что мы будем делать люля-кебаб но чтобы сделать правильный люля-кебаб мясу нужно ну хотя бы 2-3 часа как минимум постоять в холодильнике у нас нет времени нам нужно приготовить его моментально поэтому у нас сегодня будет люля-кебаб для ленивых или как я его называю люля-кебаб по-быстрому друзья два секрета кусочек сала и горячая вода первое для чего нам нужно сало таска у меня конечно довольно таки хороший но видите уже в процессе эксплуатации немножко потертая и я салом натираю ее когда рублю мясо на фарш топориками чтобы если она даст какие-то щепки они не отлетали и не забивались в мясо поэтому быстренько натираем нашу колоду и начинаем рубить мясо второй лайфхак для чего мы замочили наши топорики в горячей воде а для того чтобы в процессе рубки мясо на фарш к ним не прилипало мясо сегодня я взял два вида мяса у меня говядина индейка и курдючное сало барана ну что друзья попробуем их в деле как я уже говорил в этой модели нет случайных линий каждая линия каждое направление чем-то обусловлено соответственно вот этот выступ мы сделали чтобы сместить центр тяжести при рубящих работах небольшой изгиб на режущей кромки также имеет свое функциональное назначение объясню например если мы шинкуем зелень мы можем нарезать вот таким образом а можем работать следующим образом можем упереть клинок в доску и делать вот такие вот режущие рубящие движения да кстати здесь у нас зеленый лук петрушка и укроп все это мы сейчас добавим в фарш теперь когда мы порубили пошинковали зелень нам нужно ее измельчить делается от следующим образом можно делать вот так такая техника тоже имеет место быть теперь добавляем фарш зелень заранее подготовленный и нарезанный лук у меня примерно около 400 грамм курдюка столько же добавлю лука добавляем зиру немножко свежемолотого перца и адыгейской соль теперь вымешиваем фарш для чего обычно вымешивается фарш ну во первых для того чтобы равномерно распределить специи все составляющие мясо сало лук зелень а во вторых если готовится люля кебаб на шампурах при длительного вымешивания мясо выделяет белок образуются белые нити которые в первое время будут держать кебаб на шампуре чтобы он не упал на угли но как я уже сегодня сказал у нас будет кебаб по-быстрому гости уже на подходе поэтому мы наш кебаб будем готовить на решетке что такое в принципе кебаб в переводе с арабского это жареное мясо поэтому чем не кебаб мы же пожарим его на мангале на углях будет вкусно друзья друзья угли уже разгорелись гости уже подъезжают поэтому начинаем лепить наш кебаб чтобы фарш не прилипал к рукам руки намочили в теплой воде теперь формируем небольшие котлетки стараемся чтобы вышел воздух не осталось пустых полостей конечно на решетке это не так важно как на шампуре но тем не менее как красиво а Друзья, все готово. Гости уже заждались, уже гремят стаканами. Говорят, давай быстрее, кушать хочется. Поэтому закругляемся, снимаем пробу. Сначала угостим детей. Ну что, пробуем? Вкусно. Так, друзья, теперь я возьму мясо на косточке. Ух ты, оно уже отваливается. Вот в чем прелесть афганского казана. Мясо всегда получается мягкое, вкусное и ароматное. Оно буквально отваливается от кости. Пробуем. Очень вкусно. А тебе как? Нравится? Да. Класс. Друзья, готовьте вкусно, готовьте с удовольствием, готовьте на свежем воздухе, получайте кайф от жизни. Ну а все инструменты, которые помогали нам сегодня в приготовлении этих замечательных блюд, вы можете заказать в нашем официальном интернет-магазине «Кузница Железные Братья». Ссылка, как всегда, будет в описании. Спасибо за внимание, друзья. А Лорик тоже видно? Настя, твой вердик. Пальцер. Одобряет. Твой вердик. Магазин. Твоупая верный блюд.